здравствуйте друзья с вами канал new rush word наша ежедневная информационно-аналитическая программа я ее ведущий александр глущенко сегодня продолжаю отвечать на вопросы которые накопились накопились в субботе вот прошедшие недели но остались не отвеченными потому что слишком долго спрессовывались в один единый блок а вопрос поступило много выиграет говорят зрители что вы своих информационных аналитических каких-то исторических познавательных программах программах связанных с психологией с педагогикой с жизненным опытом да с историей да но я уже сказал упомняет такое упоминаете такое понятие как профессиональная деформация и многие зрители не совсем понимают что это такое что такое профессиональная деформация мы мол с этим жизни никогда не сталкивались один пишет что он работает вполне на приличной работе даже в данном случае связано сельским хозяйством говорит откуда у меня возьмется какая профессиональная деформация отпахал свое за лето зимой немножко отдохнул может быть там где-то осенью или по весне съезжу куда-нибудь отдохнула курорт какой-нибудь тепленький откуда профессиональная деформация если я профессионал но не подвержен каким-то изменением своего организма сухо из своей психики то же самое пишет один медик фельдшер по вам скорой помощи да откуда у меня профессионально нет ребят это нам так кажется любое любая однозначная приверженность или однозначное отношение к своей профессии то есть наличие одной профессии всегда вызывает профессиональную деформацию любой человек и я могу в этом признаться любой человек всегда имеет профессиональную деформацию отказаться от этого понятия не может никто. Его придумал не я, его придумали опытные, умные, социальные психологи, личностные психологи. И совершенно ясно и четко они даже сочиняют на эту тему анекдоты. Может быть не все эти анекдоты понимают. Может у кого-то просто не хватает чувства юмора. Но я вам прямо скажу, судить по себе, давайте я буду препарировать себя. А потом я начну препарировать остальных, что будет гораздо смешнее. Вот если истоком моего профессионального роста или профессиональной моей деятельности явилась служба военная, то я терпеть не могу людей, которые долго и размазывают манную кашу в своих разговорах. Будьте любезны. Скажите ясно, конкретно и точно, чего вы хотите, что вам надо или что должен делать я. Особенно придя на гражданку, я терпеть не могу и не мог различного рода заседаний и совещаний, когда пережевывают сопли, но не могут поставить задачу. Алло, начальник, ты скажи, что делать. И я выполню любую задачу, потому что я кто? Правильно, я твой подчиненный. Это, допустим, профессиональная деформация военного человека. Его просто бесит, когда ему не могут поставить задачу. Или когда подчиненный, его же, получив задачу, 18 раз переспрашивает в процессе выполнения задачи. Так ты сразу переспроси при получении задачи. Тебе сделать то-то, то-то, то-то. Если не понял, задай вопрос тут же. Те же 18 раз, но в течение 18 минут, а не в течение 18 дней по одному вопросу в день, когда задача уже должна была быть выполнена три дня, за трое суток. А ты задаешь вопрос, как ее выполнять на 18-е сутки. Это вот профессиональная деформация военного человека. Есть масса профессиональной деформации. У меня большое количество людей работают учителями в школе и, например, преподавателями в средних и высших учебных заведениях, уже постшкольных, послешкольных. Я ясно, четко определяю, замечаю, что многие из них начинают разговаривать с окружающими их людьми, в том числе со мной, по многу лет проработавшие, естественно, в таком поучительном, поучительном, менторском тоне. Я полагаю, что следовало тебе поступить вот так. Я полагаю, что исходя вот из этого, этого и этого, тут нужно было принять такое решение. Причем вопросы касаются вещей и этот человек ведет речь, он привык, он деформировался до такой степени, что привык всю жизнь, каждый день разговаривать с подчиненными, глядящими на него широко раскрытыми глазами и открытым ртом людьми, которые понимают, что в этом предмете, в этой области знания он знает все и лучше его никто не знает, и он в этом уверен, и он спокойный, неважно кто он, физик, математик, историк, филолог или географ, но он переносит это на всю окружающую его действительность, на всю жизнь и начинает со всеми людьми в силу своей профессиональной деформации разговаривать, как с детишками в классе или как со студентами в аудитории. Вот нет, это не так, должно делать, а вот так, вот так и вот так. Начинаешь задавать вопрос, слышь, ты шел бы учить, жену щи варить, например. Нет, он подходит к автомобилю, там, или к квадроциклу, который я ремонтирую, у меня правда есть такой товарищ, преподаватель в УЗИ, он ничего не понимает, ни в автомобилях, ни в квадроциклах. А я в это время на корточках с измазанными солидолом, или там автолом, или негролом, или легроином, руками стою, откручиваю какой-нибудь там очередной карданный вал, да, это, кстати, мое хобби, мое любимое занятие, или какой-нибудь шрус там меняю, да. Он говорит, нет, слушай, это делается не так, это же вот это вот а. Я говорю, а у тебя машина вообще есть? Да нет. А кем ты работаешь? Я не так прямой, а из-за угла. Я учитель литературы, вернее, преподаватель филологической дисциплины, что-то типа там языковедни, языкознания, литература ведни в ВУЗе, в Саратовском там госуниверситете. Литератор, филолог. У тебя машина есть, машина нет. У тебя хоть права-то есть? Нет. Кем ты работаешь? Филологом. Я говорю, можно я шрус поменяю сейчас, пока ты... Ты не только вот тень не делай здесь, потому что мы ну, уже сумерки, ты мне мешаешь вкрутить на место то, что я хочу вкрутить, вот обильно смазав. Все равно, я считаю, что надо делать вот так, вот так, вот так. Ну, вот это очередной момент. То есть... Поэтому, как бы... Да, кстати, доктора, например, прекрасные люди, добрейшие, умнейшие, всегда несущие в массы ну, как бы, скажем, пользу, пользу, а кто... как доктор может навредить, в принципе? Хотя это главный принцип, доктора не навредить. Но, значит, любое недомогание, каждый специалист, я заметил, каждый специалист, любое недомогание, лечение любого недомогания, рассматривается с точки зрения своей отрасли медицины. Правда. Вот даже ангину, ангину какую-нибудь, там, или грипп, там, или ОРЗ, да, ОРВИ, как это сейчас называют почему-то, вам по-разному будут рекомендовать лечить практолог, гастроэнтеролог, офтальмолог и терапевт, просто по-разному. И будут по-разному говорить, что эти, 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 эти таблетки, а бабушка-знахарка, у нас тут тоже живет недалеко, значит, а не то, что-то знахарка, она такая просто очень мудрая женщина, очень глубоко располагающая знаниями в народной медицине. Она вам даст пучок травы и скажет, вот это вот заваривай, попей три дня. И любой грипп пройдет, любая ангина пройдет, любое, там, заложенное горло или заложенный нос, а может быть даже просто, там, какая-нибудь ссадина или синяк, или, ну, всякое бывает, бывает футбол, бывает, там, бокс, бывает борьба, бывает скользкая погода, бывает хорошо закончившаяся свадьба, ну, к примеру, удавшаяся свадьба. Поэтому у человека появляются травмы, да, она вылечит тебе за сутки, за двое эту травму, ну, без всяких пилюль, таблеток. А врачи будут рассказывать, как это правильно делать с точки зрения таблеток, тоже профессиональной деформации. Вот это я не объясняю. Это я и объясняю, кто, как, извините меня, ходит в туалет, кто достает причинное место пинцетом, а кто может отсасывать из него содержимое, как шофер в бензобак. Ну, простите, может быть, немножко пошловато, но на эту тему был старый, такой добрый, смешной, немножко анекдот. Вот тот самый термин, который вы не смогли распознать. Что такое профессиональная деформация? Она существует практически у всех людей, и никуда мы от этого не денемся. сегодня тема была абсолютно нейтральная, без всякой политики, без всякого, ну, скажем так, абсолютно дилетантская, скажем так. Всего вам доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова